Лектория «Прямая речь» представляет Александр Калмановский. Психология любовных отношений Добрый вечер, дорогие друзья! У нас с вами семинар по психологии любовных отношений. Меня зовут Александр, и семинар предполагает, в отличие от всех остальных форм взаимодействия, максимально допустимую интерактивность. Вы вольны в любой момент останавливать, перебивать, переспрашивать, возражать, комментировать, сомневаться в порядке такого самого развязанного мозгового штурма. Особенно ценно бывает, когда, знаете, уже все обсудили, все пережив какие-то сомнения, согласились, а кто-то один потом через 20 минут говорит, знаете, все-таки я не понял. И правда, это бывает очень ценно, и это сомнение может быть у многих в головах, а только он один озвучивает. Надо по возможности не бояться задавать любой самый, казалось бы, примитивный вопрос. Как-то мы в некоторой компании отдыхали на море, на побережье, с очень красивым пляжем, с замечательным купанием. И в нашей компании была уже взрослая молодая женщина, воспитанница детского дома, интерната. У этих ребят, потом у этих людей, естественно, независимая от их воли, определенная задержка бывает психического развития, уж во всяком случае культурного развития. Но эта девушка была совершенным членом компании, можно сказать, членом семьи. И очень старалась всем помогать, как-то скрасить жизнь. В частности, взяла на себя добровольную ответственность, она очень рано вставала, первой идти на пляж, а занимать самые козырные лежаки. Никто этого ее стремления не оспаривал со стороны членов компании. Ложились поздно, вставали поздно, как обычно, на отдыхе. И вот однажды, когда все очень поздно продрали глаза, она говорит примерно такую речь. Я, к сожалению, не запомнил ее точно, что жаль. Я вот это утром, лежаки-то там уже вода, и поэтому я там, а потом уже вод. Что имелось в виду? Ну, когда видно, на что она показывает руками, нетрудно восстановить картину. Она имела в виду, что когда она рано утром встала, очень сильный прилив подтопил передовую линию лежаков, поэтому она заняла вместо второй линии, а сейчас продолженно слынула, и переднюю линию заняли другие. И она не имела возможности, не имела достаточного аппарата, чтобы все эти реалии озвучить. Свои люди ее понимают, особенно на месте. Но от того, что у человека нет возможности точными словами обозначать какие-то природные реалии, ему не просто труднее живется, ему не просто труднее взаимодействовать, у него повышается тревожность. Так устроена психика. В нашей психике с вами есть два этажа. С некоторыми из присутствующих мы это уже здесь обсуждали, то есть не здесь, а в других местах. У нас с вами есть животная психика, природная, натуральная, такая же, как у зверей. Она у нас с тех пор, естественно, никуда не делась. И она отвечает за огромное количество наших ежечасных проявлений. Она так и называется, натуральная психика. И есть надстройка, высшая психика, которая есть только у нас с вами, у зверей ее нет. Она обычно обозначается таким сокращением, высшие психические функции ВПФ. Это не метафора, это буквально на тканевом морфологическом уровне. Вот эта высшая психика, она локализована в коре головного мозга. Между этими этажами есть ряд различий. К самому главному мы вернем все позже, а сейчас надо обозначить другое. Наша с вами высшая психика, в отличие от натуральной, как говорят психологи, сигнифицирована. Она оперирует знаками. Животная психика, и наша с вами, и у зверей, оперирует чувственными представлениями. Холодно, тепло, сыро, сухо, светло, темно, съедобно, несъедобно, опасно, безопасно, желтое, зеленое. А высшая психика оперирует знаками, которые обозначают эти природные реалии. Но главным образом словами. Мы сами думаем словами, хотя не отдаем себе этому отчета. Эти природные реалии могут быть обозначены словами, палочками, камушками, узелками на веревке. Есть узелковая письменность, узелковая речь и так далее. Если какая-то реалия отношений или природные реалии не обозначены, ну, главным образом словом, она остается у нас с вами на этом этаже. И высшая психика ей оперировать не может. Мы что-то чувствуем, а не можем не просто этого сказать, не можем поэтому этим и управиться как следует. И поэтому наш с вами разговор о любви неожиданно начнется с вербализации, с того, чтобы переводить, перетаскивать наши с вами привычные ощущения, у всех практически одинаковые, из этого этажа в этот, чтобы находить точные слова, какие реалии, какими именами называются. Задача непростая, потому что тема такая нюансная, тонкая, нежная, и какая тут вербализация, казенщина какая-то. И кроме того, этот процесс затруднен, процесс подыскивания каких-то закономерностей, одинаковых для всех обобщений, затруднен тем, что сколько людей, столько мнений. Уж очень это все субъективно. А разные люди смотрят на какую-то одну и ту же пару. И один наблюдатель говорит, смотри, как они грызутся, как кошка-собака дерутся. А другой говорит, милые дерутся, только тешутся. И эти оппоненты не убедят друг друга. Кто смотрит на вещи одинаково, понимающие кивнули. Кто по-разному, обменяются этими разными мнениями и разойдутся. Поэтому очень трудно здесь подыскивать какие-то закономерности. Вот и все. Спасибо, друзья. Следующий семинар будет через... Ну, простите. Но неожиданно именно в этой нашей с вами субъективности обнаруживается универсальное представление о любви, в котором все люди сходятся единодушно. Если мы по-разному смотрим на любовь кого-то к кому-то, то как вы думаете, на какую любовь, на любовь к кому все люди смотрят одинаково? Погромче скажите, пожалуйста. Для последнего ряда. К самому себе, конечно. Любовь к родителям, любовь к детям, все очень по-разному описывают. А вот любовь к себе... И вот это самое ощущение, что такое, какой комплекс проявлений мы считаем любовью к себе, мы с вами и договоримся считать именно любовью. Давайте его опишем. По понятным причинам я опишу это представление о любви к себе от мужского лица. Хотя до определенного момента мы с вами, девушками в этом представлении вполне симметричны. И кроме того, я надеюсь, что вы меня не заподозрите в том, что называется эксгибиционизм. Это будет собирательный я. Хотя, как честный человек, я не вправе вполне отмежеваться от того, что сейчас прозвучит. Когда мне, любому мне понятно, что она меня точно любит. Когда она появляется, как из ниоткуда, вот как было спето. Когда мне плохо, когда мне нужно. И растворяется где хочет, когда мне и так хорошо. Когда она при встрече сосредотачивается на моих переживаниях, огорчениях, удовольствиях. Выслушивает, вникает. А с вами меня особенно не грузит. Когда она рада за те удовольствия, которые я в жизни получаю. Независимо от того, насколько она сама туда вхожа и принимает в этом участие. Когда она вот мне там подобрала ремень к носкам и обед и все. И в окошко с удовольствием смотрит, как я холен и хожу на какую-то тусовку. Я описываю максималистское, самое развязанное представление о любви к себе. О представлении любого я о любви к себе. Если еще большую дать волю разнузданному воображению. Это когда она видит мои какие-то очень досадные недостатки. И не раздражается ими, а сочувствует мне. Видя, как я овощем валяюсь перед телевизором неделю за неделей, месяц за месяцем. Понимает, что это какая-то моя опущенность внутренняя. И не указывает мне на это, а думает, как бы меня приподнять, как бы меня тонизировать. Бывают же смешные сюжеты. Когда она слышит, как я очень раздраженно, вульгарно ругаюсь с кем-то там, со своей матерью. Понимает, прям вот понимает, что это мне плохо, а не я плохой. И думает, как бы меня утешить, успокоить, расслабить. Ну, в общем, вы понимаете примерно, о каком идеалистском представлении идет речь. Вот когда любое «я» оказывается в фокусе такого отношения к себе, это точно оно. Как угодно это называю, любовью, родственностью, дружбой. Это отношение ко мне с большим знаком плюс. И вот это, очевидно, правильно называть любовью. В каком смысле правильно? Не в том смысле, что это соответствует какой-то мудрости, последним достижениям психологической науки. Правильно потому, что любой человек на свете назовет эту любовью по отношению к себе. А если все наоборот, если она говорит, куда это ты без меня, если она при встрече начинает немедленно выбалтываться, выговариваться, не расспрашивая, не заглянув мне в глаза, кстати, мне сейчас не кстати, устал ли я, хочу ли в туалет, хочу ли есть. Если она говорит, ну как же можно так всю жизнь валяться, ну посмотри, как люди живут, почему мы никуда не ходим. Если она говорит, ну если ты с родной матерью так разговариваешь, как же ты будешь со своими детьми и так далее, и так далее. Это отношение ко мне с большим знаком минус. Субтитры создавал DimaTorzok